О том, что сегодня происходило перед Кабмином и о состоянии экономики, мы поговорим с киевским мэром Виталием Кличко. Он с минуты на минуту зайдет в эту студию, смотрите. А вот о том, что сегодня в зоне боевых действий, узнаем у Ирины Баглая. Она с нами на связи. Ира, здравствуй, расскажи, повлияло на ситуацию вчерашнее очередное объявление режима тишины? Да, Наташа, в зоне боевых действий стало действительно тише. После вчерашнего объявления артиллерийской тишины в районе Донецкого аэропорта и Песок, сегодня относительно спокойно. Последний обстрел из минометов и градов был зафиксирован там вчера поздним вечером. Сегодня боевики вели обстрел в аэропорту только из стрелкового оружия. Тем не менее, на границе с уже освобожденными территориями, по данным наших военных, боевики стягивают свои силы и технику. На крайнем блокпосту сил АТО за Углегорском были замечены разведгруппы ДНРовских бандгруппировок. Пересывается техника, техника досить потужна, их танки, грады, ведется в огонь с их стороны. До нас они облажаются буквально метров 300, ну это их полиция ДНР там, да, и спостерегающие их. Воюют боевики и между собой. Последний бой здесь, на крайнем блокпосту, армейцы слышали буквально вчера ночью между Янакиевскими и Горловскими. У них там идут какие-то там трения между собой, потому что они там воюют, выясняют отношения. Мы только слышим, что какие-то выстрелы происходят там, допустим, ну перестрелки какие-то. Наши военные там не участвуют, наша сила там не участвует. То есть у нас складывается такое впечатление, что они между собой там какие-то группировки выясняют отношения. В самом же Углегорске люди уже пятый месяц живут без денег. И хотя магазины здесь работают, живут с того, что собрали на огородах. Вот и сегодня мы застали местных жителей в очереди в центре города, составляли списки на переоформление пенсии. Мы не получаем пятый месяц пенсию. Теперь будем в Артемовске получать. Получали в Янакиево. А в Янакиево сейчас под ДНР, а у нас украинская армия. Город так и остается разрушенным. Разбитые снарядами дома подлатали чем могли своими силами. Из 8 тысяч проживавших там до военных действий сейчас осталось половина жителей. И вот они уже завтра должны получить гуманитарную помощь. Это второй гум-конвой, который приехал сюда за три месяца с момента, как Углегорск освободили от боевиков. То ли здесь не ждали помощь, то ли организация подкачала, но помощь из военных машин даже не было кому разгрузить. Да и с выдачей, говорят местные, не все так просто. Когда писали в исполкоме, мы с трех часов ночи стояли, чтобы записаться. Вот такие толпы стоят. И там они же одни те же, которые держат свиней, коров. С июля месяца я не вижу ни детской пенсии по потере кормилицев, ни своей пенсии заработанной. Но по словам представителей местной власти, в этот раз люди будут оповещены и получат продукты по паспортам. И еще одна новость. С другой стороны фронта руководство террористических ДНР и ЛНР решили жить по московскому времени. 26 октября в воскресенье, когда Киев и Москва перейдут с летнего на зимнее время, на территориях оккупированных ДНР и ЛНР не будут переводить стрелки назад. И окажутся таким образом в одном часовом поясе с Москвой. Боевики назвали это решение своей победой. Маленькой. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай о новостях из зоны АТО. Продолжение следует.